Андрей Сергеевич, а вы помните такому бывшему муниципального депутата Рашида Елалова? Нет. Не помните, да? Я слышал про то, что он на этой неделе сделал громкое заявление, потребовав присвоить звание генерала Хабирова. Это все, что я знаю про Рашида Елалова, то есть, вот то, что он там бывший депутат, я только узнал в контексте вот этого его заявления. Андрей Сергеевич, как думаете, давать, не давать генерала? Ну, во-первых, давайте не будем на себя примерять погоны тех, кто вообще вправе давать подобные звания. Ну, смотрите, а зато солдату Барданову дали лейтенанта? Ну, насколько нам известно, да. Так он курс обучения прошел. Курс обучения лейтенантов, у нас нет таких курсов. То есть, в Российской Федерации нет курсов обучения лейтенантов. Чтобы стать лейтенантом, нужно либо закончить военную кафедру полноценно, сдать экзамены и получить звание, причем получить от Министерства обороны, и военную кафедру тоже введет в Министерство обороны, либо нужно закончить высшее военное училище и тоже получить звание лейтенанта и, значит, в дальнейшем стать кадром военным. Иных путей, ну, видимо, есть, может быть, в уставах какие-то исключения, да, когда там своим словом там министр обороны берет и там присваивает звание. Скажут, у нас СВО идет, не до условностей. Ну, понятно. Если так, то тогда, конечно, Хабирову надо дать генерала. Если такие механизмы существуют, конечно, надо. Потому что, во-первых, человеку будет приятно. Во-вторых, он так много сделал для этих всех вещей, что он действительно, наверное, заслужил. А к какому ведомству вы бы его причислили? Ну, к каким войскам имеете в виду? Ну, нет, вот у нас... Нет, ведомство у нас одно, Министерство обороны. Нет, Кадыров у нас, допустим, он генерал-лейтенант МВД. МВД, да. Ну, это не войсковое звание, да, это полицейское, специальное звание, так называемое. Да, а вот Радио Притыча? Ну, учитывая его образование, его, наверное, куда-нибудь туда ближе к Минюсту надо. Может быть, там, кстати, да, генерала. Там тоже есть какие-то красивые погоны, там какие-то эти мундиры, там золотые. Палеты. И палеты, там, да, вот эти вот шнуры. Ну, то есть, если это надо, то, конечно, надо бы ему дать, то есть, этого дела, потому что, если ему хочется. Подозреваю, что господин Елалов в этом смысле, конечно, ерничал. Хотя, не знаю, я не читал там первоисточник публикации, говорят, его удалили очень быстро. Но он там разбежался по интернету. Нас направляют Кадыров в Росгвардии. Ну, да, вот Кадыров в Росгвардии, генерал, да. Ну, тоже не Министерство обороны, тоже специфическое образование. Соответственно, ну, а Хабирову, ну, наверное, где-нибудь там по линии Министерства юстиции надо какое-нибудь дать звание. Ну, ну, да. А у нас ЧВК Вагнера чего-нибудь не производят в там свои воинские звания? Ну, я подозреваю, что у них есть какая-то иерархия. То есть, это же все-таки войсковое подразделение. Несмотря на то, что оно там какое-то такое странное незаконное, но там все равно существует какая-то иерархия, командиры, там, ну, без этого вообще любая армейская структура не работает. Какая-то странная история на этих выходных случилась в Башкирском на Траматическом театре. С показа была снята пьеса «Злуха открывает глаза». Вы, кстати, ходили? Я книгу читал. А, вот так даже, да? Как бы непонятно, кем подписанное заявление было опубликовано на сайте театра. Какое-то анонимное, якобы от какого-то коллектива театра. Что из-за антивоенной позиции Гузель-Ехими спектакль снимается. И вот сегодня Абина Шафикова, это министр культуры, она прокомментировала все-таки это решение. Я поддерживаю решение театра. Это было его решение, его непонятно кого. Но они консультировались с нами, и мы полностью поддержим их решение. А могут быть еще варианты? Если человек поддерживает мир, в котором присутствует нацизм, как мы можем выступать на ведущих театральных площадках под флагом этого человека? Сказал Амина Шафикова. Ну, типичная охота на ведьм, поиски вторых смыслов и прочих вещей. То есть, ну вот, был такой период в истории нашей страны, когда по идеологическим причинам произведений каких-либо авторов, художников, писателей, драматургов переставали, ну, там, ставиться на сценах, печататься в книгах по причине того, что у них была какая-то позиция. Ну, то есть, вот, ну, например, там, Набоков, да, великий русский писатель. Ну, пока все еще считающийся великим русским писателем, и пока еще не, это не отрицается Министерством культуры. Ну, его произведения не печатали, потому что он жил за рубежом, кстати говоря, прожил длинную жизнь и застал там вполне себе уже развитой социализм, и, ну, критически относился к советской власти. При том, что, ну, многие его произведения не имели никаких политических, там, контекстов и прочее, да. То есть, само по себе как произведение, они не могли быть вредны советской власти, но советская власть их не допускала к публикации, там, и к репликации, там, в театрах и прочих местах, потому что, вот, человек имел такую позицию. Мы сейчас наблюдаем такую же картинку, потому что само произведение Залюха открывает глаза. Это, ну, история про репрессии сталинских времен, про историю нашей страны, которую, собственно, пока еще никто особенно не отрицает. И до недавнего времени, значит, Гузель Яхина была одной из самых, ну, известных и, в общем-то, в определенном смысле прославленных писательниц России. Да, сама постановка в русском, в башкетском армии, это была кассовая постановка. Да, и по содержанию, это очень тяжелое произведение, оно носит там очень глубокий такой, ну, на самом деле, наверное, и политический смысл, и какой-то, значит, общественный смысл. Но к нынешней ситуации не имеет никакого отношения само произведение. Тут надо разделить. А вот Гузель Яхина высказала свою точку зрения. Она никак не совпадает с официальной точкой зрения сейчас государства и госпожи Шафиковой, например, и, возможно, коллектива театра. Ну, вот, вопрос в том, а сводятся ли вместе вот эти вещи? Ну, то есть, личное мнение автора и его произведения, да? То есть, ну, если бы выяснилось, что там Репин был каким-нибудь, я не знаю, там, не знаю, там, антисемитом или еще кем-то, то мы должны были бы перестать восхищаться его работами или еще чем-то. То есть, личные качества автора и его произведения – это не всегда одно и то же. Вот что я хочу сказать. Вот вы тут пример с Набоковым привели. Я вам… Что далеко ходить за примерами? Давайте вспомним, что Шевчука в 80-е гнобили в прессе. Молодежная газета несколько статей… Да, Шевчука гнобили в 80-е и 70-е. Потом извинялись. Потом прославляли в 90-е нулевые. И теперь он у нас снова стал врагом народа, который, значит, там, сравнил родину и жопу президента, да? Или жопу президента и родину. Вот очень важно, в каком порядке это случилось, да? А тот же танцор Гульфнуриев, когда приехал из США сюда на несколько дней в Уфу, его просто не пускали в помещение башкетского опера, вспомните? Ну, был такой, да. Но там его не пускали не потому, что они его считали плохим танцором, а потому, что не согласовали с обкомом это все. Им было страшно, и они решили, ну, его нафиг, лучше пока не будем. Вот, да, это многообразие подходов к одним и тем же вещам в нашей стране, это одна удивительная вещь, да? То есть, проходит какое-то время, меняется, значит, точка зрения начальства, и Набоков становится великим русским писателем, а Шевчук снова становится неугодным певцом. Ну, и так далее, и так далее. И далее, как говорится, вариантов может быть масса. Я не удивлюсь, что еще лет через 5-7 мы снова будем прославлять, я имею в виду официальную позицию властей, мы опять будем прославлять Шевчука, и опять его пригласят, значит, в Кремль, и он будет руку жать какому-нибудь новому президенту, который будет его поклонником с детства, например, да? Новому ли? Да, запросто. Ну, да, да, но я все-таки хотел бы вас спросить, вот придет ли такое время, застанем ли мы, когда вот та же Амина Шафикова будет говорить, что я извиняюсь, это было не наше решение, мы увидим такое вообще, а будут отыгрывать назад. Вот это очень интересно, да, то есть, ну, вообще история и будущее, оно как бы наверняка не знает сослагательного наклонения, хотя будущее, наверное, в большей степени, а прошлое в меньшей степени, но пофантазировать на эту тему можно. И вот ситуация, которая сложилась сейчас в стране и в республике, ну, республика это все равно же зеркало России, то есть мы здесь вот общему тренду следуем прямо как надо, да, не отстаем и не опережаем. Так вот, эта ситуация настолько доведена до абсурда, что, ну, я вот все-таки человек, который немножко пожил при там и Брежневе, и его последующих там товарищах, пришедших к власти, я помню вот некие элементы вот этого лицемерия и вот этого вот, ну, как сказать, многообразия стандартов, да, подходов к некоторым вещам, но такой степени я не помню. То есть сейчас такое ощущение, что вот эти вот люди, которые делают такие заявления и такие вот вещи практикуют, они как будто бы, либо они полностью уверены в том, что это никогда не изменится, либо они полностью, ну, в отчаянии, потому что, ну, они могут сделать только так и никак иначе, там, ну, глядишь, уволят из театра, да. То есть, хотя в прошлом многие готовы были жертвовать какими-то своими должностями и позициями, лишь бы не, ну, вот, не кривить душой, да. А сейчас какой-то абстрактный коллектив театра, вот подписи под этим письмом есть? Вот, это очень, очень характерная вещь. Если бы под ним стояли конкретные подпись Иванов, Петров, Мамедов, Рахматуллин, да, я образно беру, да, то есть вот потом бы, да, было бы очень интересно. Вот, я очень надеюсь, что произведения Гузель Яхиной останутся, как говорится, ну, они точно останутся, никуда они не денутся, они останутся в истории и в литературе, и в культуре. А вот с этих людей потом действительно, ну, не то чтобы спросить, я не преследую там целью добиться чьей-то крови там или чего-то наказания, но вот та же Амина Шафикова, которая так вот очень обтекаемо объяснила эту ситуацию, да, то есть это не я решил, это они решили, но я их поддерживаю, потому что Гузель Яхиной высказывает вражескую позицию. Вот как они себя будут вести потом, эти люди? Это очень интересно. То есть, ну, я не знаю, вы говорите извиняться, но нет, конечно. У нас, например, Мурзагула. Вот, пожалуйста. Нет, Мурзагулов другая история. Мурзагулов, ну, тут корысть, тут, так сказать, жизненный интерес, и человеку надо на что-то жить, он сейчас за 100 рублей нашим и вашим спляшет там, как здрасте. Здесь другая история. Если кто-то хоть как-нибудь потребует объяснить, вот мы не говорим об ответственности, мы говорим об объяснении, что вдруг через год-полтора ситуация изменится, или через два, а может быть быстрее. И выяснится, что Гузель Яхина, в общем-то, ничего такого уж совсем плохого и страшного не сказала. А вот этот безымянный коллектив театра и министр Шафикова оставили людей без спектакля. Вот кто-то спросит с них за это вообще? Ну, посмотрим, поживем, увидим. Тут других вариантов нет. А между тем, Андрей Назаров, премьер-министр республики, предложил сформировать запасной батальон из добровольцев. Хочется узнать, что у вас основным. Жители Башкирии жалуются на отказы, это по коммерсану читаю, на отказы взять их добровольцами в отряд имени Салавата Юваева. А сегодня, насколько мы знаем, сообщается, что батальон имени Салавата Юваева уже направился к месту боевого слаживания. Господин Назаров поручил руководителю администрации главы Максиму Забилину найти возможность формирования запасного батальона. Я уже теряюсь в подсчетах, какой это будет подсчет. Четвертый. Четвертый, получается, да. Тоже, зачем столько? Ну, как? Зачем столько? Это вопрос военный. То есть, ну, зачем армии нужны подразделения? Вопрос в другом. Почему этих людей не взяли? То есть, у нас сейчас, ну, я вот недавно только в эфире тоже рассуждал об этом. Ну, есть, я надеюсь, что существуют медицинские показания, по которым человека могут не взять в армию. То есть, по крайней мере, пока в последнее время много есть опровержений этому моему предположению. Но я все-таки надеюсь, что существуют какие-то медицинские показания. То есть, если у человека нет ноги или глаза, то его в армию не берут. То есть, грубо говоря, готовится какой-то полк, куда будут брать уже всех. Возраст, значит, да, вот физическая кондиция. Ну, вообще-то, наверное, и какие-то квалификации тоже нужны. То есть, вот хотя бы, там, не знаю, какая-то военная подготовка, то есть, опыт службы в армии хотя бы. И почему их не взяли-то? Было заявлено, что, ну, вот, мобилизация остановлена. Ну, по крайней мере, Владимир Путин об этом сообщил. Указ не подписал, но сообщил. Министр обороны Шойгу тоже подтвердил, что она остановлена. Но продолжится набор добровольцев и, там, контрактников. То есть, это было тоже заявлено, что этот процесс не останавливается. То есть, люди, подходящие под критерием Министерства обороны, могут заключить контракт, идти добровольцами и так далее. А сейчас это тождественное понятие. То есть, сейчас добровольцы, они же контрактники. Они и юридически приравнены, и финансово приравнены. Я так понимаю, что все равно с ними какой-то контракт заключается. Почему их не взяли, не знаю. Может быть, надо им просто сходить в военкомат? И вдруг возьмут. То ли есть какая-то логика, что мы не хотим просто в армию, а мы хотим именно в батальон имени Салавата Юлаева 2.0. Может, там кормят сытнее, может, еще что-то. Я не знаю. Вот логика мне непонятна. Попасть сейчас в действующую армию проще простого. Если люди отвечают критериям Министерства обороны, как высказался Владимир Владимирович, то их, конечно, с радостью возьмут. А между тем, Минпром Башкирии почти что взвалил ответственность за ошибочную мобилизацию на сам бизнес. По РБК читаю. Частично мобилизация показала, что работа по бронированию сотрудников, пребывающих в запасе на предприятиях, велась на должном уровне, оказывается. Об этом сообщили Минпром Башкирии на запрос РБК. В ряде случаев, которыми службами предприятий были забронированы общие невысококвалифицированные работники, а также работники вспомогательных производств, не имеющие высокую квалификацию, что привело к отправке в рамках частичной мобилизации определенной части высококвалифицированных работников. То есть они признают, что под мобилизацию попали ценные кадры. На некоторых предприятиях сотрудники не были забронированы, так как их должности не были включены в соответствующий перечень должностей и профессий. Ну что же, во всем виноваты сами предприятия. Надо отдать должную, в принципе, ситуация такая, что военный учет, военно-гражданский учет, так называемый, действительно последние годы ввелся, прямо скажем так, не самым тщательным образом. Это так. Заявление военкоматов о том, что они не обладали информацией о наличии троих детей, появившейся инвалидности. Ну много было случаев, когда у человека тяжелейшие заболевания, но так как это не подтверждено было на момент его призыва, он формально забирался и все. Он кричит, что у меня тут язва желудка и прочее. Впрочем, говорят, бумага есть? Нет. Все, шагай. То есть, речь о том, что, ну, было заявлено, что военкоматы, во-первых, не имели актуальной информации об этом, граждане ее тоже не особенно подавали, это правда, действительно. То есть, ну, никто не ожидал, что это понадобится, да? Человеку, там, извините, там, 42 года, он когда-то в незапамятные времена служил в армии, он точно понимает, что никуда его там, ну, не позовут снова служить и даже на сборы, наверное, не будут собирать. Ну, так было десятилетиями. Предприятия ввели этот военный учет тоже весьма... Формально. Ну, условно, да, ну, что-то подавали какие-то данные, там, ну, возьмут они номера этих военных билетов, отправят в военкомат, в военкомат это сложат, там, в стеклянный шкаф и все, вот оно вот как-то лежало. Никто не ждал, что так случится. Ну, собственно, винить здесь, наверное, предприятия особенно не надо, потому что не ждали даже сами военные, судя по тому, что происходило последние, там, месяцы, да? Ну, то есть, для очень многих это явилось какой-то вот неожиданностью вся вот эта ситуация. Ну, то есть, вкупе это, ну, кто-то называет это, там, традиционным русским раздолбайством, кто-то еще как-то это называет. Ну, в целом эта система не была отлажена. И то, что люди действительно попали, там, кто-то с высокой квалификацией отправился, а кто-то с низкой остался, ну, мне тут непонятна сама логика. Они оценивают человеческие жизни как вот по квалификации, то есть, хорошо учился, живи, плохо учился, будь добр, да? Ну, цинично немножко, ну, да, да. Тоже очень странный, конечно, подход, прямо скажем, такой, ну, не знаю, немножко негуманный, но, не знаю, есть какая-то в этом логика, да? То есть, когда говорят о том, что ценный специалист должен остаться в тылу и трудиться на благо Родины, ну, так было и, кстати, во Вторую мировую войну, да? То есть, существовала бронь. То есть, люди, без которых предприятия не могли работать, а предприятия были важны для армии и для снабжения, этих людей оставляли. То есть, даже многие писали, как бы, там, заявления на фронт, а их не пускали. Было такое. Ну, сейчас что-то подобное, но, как известно, история повторяется только в виде фарса. Как вы читаете, военкомат и вообще именно обороны Зелькова, как бы, ошибки из, так называемой, частичной мобилизации, если, не дай бог, она возобновится, то будет все на должном уровне или опять вот так вот? Я полагаю, что, конечно, определенный анализ был проведен и на высшем уровне, и на среднем, и так далее. То есть, я понимаю, что они сделали выводы из того хаоса и неразберихи, который творился вот в первые, там, дни этого мероприятия. Смогут ли они преодолеть организационные вот эти проблемы, этого я не знаю, потому что есть ли у них для этого ресурсы. Потому что здесь не только нужно, ну, изменить немножко логику действий, но тут нужно еще и включить механизмы. А если они не включаются, то есть, ну, вот отсутствие баз, они же не появятся сразу, эти базы, да? То есть, когда я услышал, что, там, военкоматы пользовались какой-то общефедеральной медицинской базой вместо медосмотра, ну, такое было одно из объяснений, почему не проводят медосмотр мобилизованных, а мы пользуемся базой. Ну, тут я смеялся долго в голос, потому что ей, как бы, этой базой не всегда и врачам-то удается воспользоваться. То есть, ну, то есть, я к чему? К тому, что если эти механизмы будут созданы и задействованы, возможно, ну, как бы, шанс появляется на то, что такого не повторится. А если нет, ну, будем делать вид. Посмотрим, погодим. Итак, а вот мы все с вами Минтранс обсуждали, а между тем подоспели новые подробности дела экс-главы отдела экзаменационного отдела ГИБД Эльдусу Шайбакова. Это тот самый гаишник, которого почти целый год не могли найти, да? На торги выставили его машины. Это Ван Крузер 2014 года и Шкода Кодиак 2018 года, они продаются с дисконтом на 30%. Помимо этого, у него еще арестована какая-то часть офисного помещения, квартиры и так далее, да? Как вы считаете, дело поехало, пошло, то есть, как бы, вытаскивают уже в публичную плоскость вот эти подробности все, как бы, и уже, в принципе, по-моему, всех участников дела уже взяли. Ну да, там-то дело движется к концу, то есть, в том смысле, что обвинение предъявлено, сформулировано, я так понимаю, за эти долгие месяцы, пока его искали, ловили, там и доказательная база была сейчас сформирована, то есть, там, по-моему, вообще никаких проблем нету, там есть обвинение по ряду статей, я там их номера не помню, да, там мелкое взятчество и создание сообщества, там, что-то такое, там, получение взяток. Да, то есть, это что-то такое, там, это все вменяется, это мелкое взяточничество, это все мелочи, а вот создание сообщества, там, ломится приличный срок, тем более, что, там, он воспользовался служебным положением, там, и так далее, и так далее, то есть, я думаю, что здесь вообще все понятно, то есть, как бы, ну... А вот смотрите, так интересно, что уже, это уже не первое же дело, на самом деле, за последнее время, было дело хоккеистов-футболистов с военными билетами, да, потом внезапно потянулось дело у ГНТУ, оказывается, некоторые спортсмены покупали зачеты, как нам говорит следствие, да, это какая-то общая такая вот кампания по борьбе, или это просто пыль в глаза? Ну, вот, у меня тоже, ну, история, вообще, с гаишниками все случается регулярно, ну, то есть, вот, не только в Башкирии, а вот практически по всей стране периодически, то есть, судя по всему, это среда, да, то есть, такая вот располагающая каким-то вот типовым деянием, да, то есть, которое время от времени кто-то из них, значит, бесы их путают, они, значит, в это дело кидаются. А вот по поводу, ну, спортсменов, здесь мне, конечно, немножко показалось, что это было сделано с излишним таким, излишне демонстративно. Показуха. Да. То есть, у нас настолько много коррупции в стране, что поймать вот этого, извините, балбеса, спортсмена, человека, как правило, не очень начитанного и не очень, как бы, сообразительного, ну, в силу своей профессии, и вот сделать из него, там, значит, главного коррупционера, там, и вот шуметь и так далее. То есть, здесь плюс для медийного, медийной раскрутки этого события был только в том, что они были, вот, игроки Салавата Юлаева. Если бы это был просто какой-то рядовой человек, гражданин, который, там, вот, не знаю, там, купил себе зачеты или купил себе военный билет, кои покупались в очень большом количестве, как известно, соответственно, не было бы такого резонанса, только потому, что они спортсмены-хоккеисты. А в этом ли дело в таком случае? То есть, они же, собственно, если бы они шайбы подделывали, да, или давали взятки судье во время матча, это было бы, ну, тематическим делом. А они, вот, всего лишь, там, военные билеты себе покупали. Ну, вот, тут мне показалось, что это делалось немножко нарочито. Ну, может, такая показушная порка бажоров? Может быть, да. Ну, то есть, чтобы утешить вот всех остальных сирых и убогих, которым показали, что, смотрите, вот эти вот миллионеры, значит, с шайбами, они вот тоже, как бы, под богом ходят. Вот мы им, смотрите, штрафик выписали. Ведь никого не посадили, да? Никого. Штрафик выписали, да. А ему этот штрафик – это три дня не бухать, извините. Да? Ну, это все. Есть реплика нашего слушателя, Евгений Чаймаковский, пишет, а барахло и ювелирку подобных убрать не надо раздавать неимущим бесплатно в качестве момента искупления вины. Это он про шайбаков. Господи, дикость какая. Ну, это обычная нормальная рефлексия вот нищих, которые видят, как грабят богатых. Ну, то есть, как бы, вот именно в этот момент, да? То есть, именно в момент ограбления богатых нищие приходят в восторг и кричат «а ту его, а ту», да? Подоспели подробности, новые подробности судебных премий между ФК УФА и РЕК-фондом. Я напомню, что РЕК-фонд вызкивает 105 миллионов рублей. И, по всей видимости, как пишет издание «Профы», поскольку недавно республика вошла в состав учредителей футбольного клуба, то есть вероятность того, что Башкирия сама и погасит этот долг. Я в ярости. Вот я в ярости. Ну, я как человек, который совершенно равнодушен к футболу, у меня простой вопрос. Ну, какого черта вообще? У нас что, не на что потратить 105 миллионов рублей? Так Куб-то надо спасать. Кому? Кому нужно его спасать? Кому? Давайте определимся с приоритетами. Там есть детская школа. Нет, давайте с приоритетами определимся. А может быть, надо инсулин купить детям? А может быть, надо купить коляске инвалидам? А может быть, нужно решить проблему вот этих дольщиков, которых там уже 12 лет окучивают и обманывают? А нет, мы давайте вот это вот на этот ногомяч, значит, истратим 105 миллионов еще. Мы что, мало туда истратили? Мы 2,7 миллиарда рублей из бюджета истратили на этот ногомяч, на вот этот ФКОФА. Давайте расследуем сначала, на каких основаниях мы 2,7 миллиарда уже отдали туда. Во-первых, говорю про 7 миллиардов. В это черное. Или 7 миллиардов, если вам легче от этого будет. 7 миллиардов мы отдали в этот ногомяч. Ну, давайте остановимся, в конце концов. Во-первых, расследуем, на каких основаниях частному предприятию были переданы государственные деньги. Были они возвращены, каким образом они были реализованы, кому они достались. Вот это нужно разбирать, а не еще 105 миллионов подкидывать в эту топку. Ну, это вот моя субъективная точка зрения. Да простят меня болельщики этого ФКОФА. Но вот я говорю, я в ярости вот от этого. Продолжение следует...